доброе утро друзья я сегодня проснулась посмотрела на нашу погоду она просто замечательное утро солнечно заварила себе кофе вышла на улицу посидеть у нас тепло градусов 11 и поняла что кофе хочется чего-то сладкого и вот уже несколько дней у нас не было никаких пирогов сегодня я хочу вместе с вами приготовить пирог который пожалуй является одним из самых популярных в нашей семье этот пирог похож немножечко на кекс но в него я буду добавлять яблоки и пошли готовить потом покажу результат для этого пирога нам потребуется сегодня мука яйца яблоки сахар сливочное масло или маргарин я буду использовать маргарин сметана сода или разрыхлитель я буду использовать сода ванильный сахар и немножечко масло это уже для курда когда будем покрывать пирог сверху у меня четыре яйца они у меня очень небольшие если у вас крупные достаточно три рецепт я оставлю в конце видео поэтому пока просто смотрите за процессом я в микроволновке растопила 250 грамм маргарина или вы можете масло использовать и пока она немножко отстывает я разбила 4 яйца и просто вилкой сбалтываю смешиваю в однородную массу немножечко сильно там уже не надо стараться сейчас вы смешали добавляете туда у меня стакан сахара если вы не хотите очень такой сладкий вы можете меньше добавить мне кажется что так нормально и размешиваем до полного растворения сахара взбиваем вместе с яйцами вот так я размешала маргарин у меня немножко не горячий горячий не должен быть чтоб не свернулись бы яйца должен быть тепленький и вливаю туда весь маргарин или масло как я уже говорила если вы будете использовать сливочное масло добавьте потом еще немножечко щепотку соли потому что в маргарине уже соль присутствует я добавлять не буду а как вы знаете сахар и соль друг друга как бы дополняют то есть это усилители вкуса соль будет усиливать и улучшать вкус сахара а сахар наоборот улучшает вкус соли так я размешала и теперь сюда я буду добавлять сметану ни одной рукой неудобно поэтому я буду выкладывать все прямо из баночки я добавляю грамм 200 250 грамм сметаны и тоже размешиваем до однородности это тесто этого пирога это скорее даже не пирог а будет больше похож на кекс потому что обычно такое вот масляное тесто кладут делают и кексом сейчас я возьму чайную ложку соды без большой горки или две чайные ложки вы можете взять разрыхлитель и добавляю к этому к этой смеси и я погашу немножко все это лимонным соком и перемешиваю вы можете добавить сможете не добавлять я буду добавлять немножечко ванильного сахара много его не надо вы на свой вкус можете посмотреть я добавлю где-то может быть чайную ложечку все основа у нас готова и сейчас мы будем добавлять сюда муку для начала я взяла муки 250 грамм но муки может быть нужно будет или больше или меньше и потом мы будем смотреть уже по густоте тесто какое у нас получится я на всякий случай муку просею хотя для этого теста я не считаю что это принципиально ну я на всякий случай буду просеивать я просеиваю муку вы можете одной рукой просеивать второй рукой сразу немножко его подмешивать я буду замешивать небольшими порциями потому что у меня одна рука занята обычно мука вмешивается очень хорошо потому что здесь много жиров масляное такое будет тесто поэтому мука очень хорошо растворяется размешивается ну и продолжаем пока всю муку не вмешаем тесто мне не хватило 250 грамм муки я добавила еще грамм 50 и размешиваем тесто должно получиться так чтобы вот она оставляла такой немножко след до при вот вот такой вот и все теперь я размешиваю это все до конца покажу вам результат вот такое тесто у меня получилось оно не очень крутое оставляет вот такой след и потом растекается ну все тесто готово сейчас я займусь яблоками и лимоном я нарезала три яблока у меня они были небольшие у меня яблоки кисло-сладкие вы можете использовать любые если будет кислый но нужно будет немножко добавить может быть сахарной пудры или сахара и натерла цедру 1 лимона теперь я добавлю в яблоки столовой ложки ложку муки это для того чтобы сразу бы яблоки не осели на дно формы в принципе это не принципиально я думаю если вы не добавите ничего страшного не будет также можно было добавить сюда корицу но я буду использовать именно сегодня хочу сделать немножко таким лимонным вкусом поэтому корицу я всыпать не буду ну и от корицы сама сам пирог будет немножко потемнее у меня должен быть получится довольно таки светлый ну все я выкладываю яблоки прямо в тесто сюда же выкладываю лимонные цукаты цедру и чуть-чуть оставлю цедра для покрытия потом моего пирога сверху все это перемешиваю и буду выкладывать форму форму я застелю пергаментной бумагой с ней только снизу только для того что потом проще было немножко выбрать хотя он откроет очень легко потому что тесто содержит довольно таки много масла поэтому проблем обычно не бывает но я на всякий случай себя застилаю бока формы я обмазываю немножечко кисточкой маслом но это тоже опять же не принципиально потому что пирог выйдет и из формы принципе без проблем и без масла все делаем дальше я включила духовку разогреваться я выставила температуру около 200 градусов но это только из за того что у меня духовка немножко по моему температуру показывает неправильно достаточно будет 180 регулируйте температуру по своему усмотрению потому что у каждого духовка своя разные пекут по-разному поэтому ориентируйтесь на свою духовку ну вот так я выслала форму пергаментом смазываю легонечко маслом краешки и выкладываю тесто сейчас я освобожу себе вторую руку покажу дальше я выложила все тесто форму форму у меня размером где-то 22 сантиметра может быть если у вас будет по ней по поменьше это не будет плохо он все равно приготовится будет немножко повыше ростом да будет увеличиваться немножко величине середина скорее всего поднимется треснет так как я говорила что это тесто из такого как делают кексы это принципе нормально ну и все духовка разогрелась ставим духовку я ставлю пирог в духовку в моем в моем случае в моей духовке я ставлю на средний уровень у меня идет с верхних нагрев и я включаю конвекцию вы можете печь так как вы привыкли в каждой духовке в общем свои свои прибамбасы как говорится да у кого-то это газовая духовка у кого-то нижний нагрев верхний вот у меня так и я немножко у себя уменьшу температуру все-таки поставлю на 180 и закрываю и оставляю печься у меня прошло минут 15 вот так он уже приподнялся немножко начал румяниться сверху ждем вот так уже выглядит мой пирог он немножко треснул сверху но это как я говорила нормально но он еще не готов прошло мне где-то минут 35 я его оставляю проверила шпажкой деревянной и оставляю немножко еще допекаться совсем недавно я узнала такой способ как сделать немножко карамель сверху для пирогов это будет выглядеть и красиво и даст еще немножко вкуса для пирога я взяла 2 2 может быть чуть чуть больше ложки сливочного масла растопила его микроволновки туда я добавляю оставшуюся цедру и добавляю 2 столовые ложки сахара можно добавить чуть чуть больше чуть чуть меньше кому как нравится если хотите послаще можно и побольше размешиваю и выдавливаю сок половины лимона лимонный сок придаст еще немного и вкуса лимонного а также не даст засахарится сразу этой заливочкой заливочки вы не бойтесь что это будет масло заливаться сверху этого пирога она впитается она не будет лишнее ну и вот посмотрите результат какой получится я выдавила пол лимона размешиваю и вот этой смесью масло с сахара и лимона я буду заливать свой готовый пирог я проверила деревянной шпажкой свой пирог у меня готов у меня прошло где-то около 50 минут у вас может быть это другое время вы следите за своей духовкой сами и теперь я достала пирог и буду заливать своей заливкой пирог сверху вот она у меня здесь я беру ложкой и просто поливаю и потом кисточкой это все размазываю прямо на горячий пирог все это заливаете распределяете кисточкой по всему пирогу и ставим духовку еще на минуты две больше не нужно у меня прошло ровно две минуты вот так это глазурь начинает карамелизоваться и уже можно будет доставать пирог из духовки и ставить следицу я достала пирог из духовки вот посмотрите какая образовалась такая сахарная лимонная корочка на нем сверху как глазурь да и все оставляю студиться стужу немножко ее форме потом было же на решетку и дождемся пока он полностью отстынет и будем пробовать по своему виду и вкусу он очень похож на кекс яблоки они почти незаметны но яблоки дают именно аромат и немножко влажности он имеет такую вот сахарную глазурь сверху которая тоже придает определенный вкус потому что мы туда добавляли лимонную цедру ну вот так получилось пробуйте готовьте если вам понравилось видео ставьте лайки делитесь пишите комментарии и подписывайтесь на канал мне будет приятно вам не сложно до свидания